Субтитры создавал DimaTorzok Хоккей начался для меня с другом моего, одноклассника вернее сказать В 9 классе у нас открылся ледовый холл, как раз я был в 9 классе И мой друг записался на хоккей В то время я ходил на греблю, но я увидел, как он играет И мне очень страшно захотелось И у нас там был с папой такой серьезный разговор Что вот тебе надо заниматься, продолжать дальше Но я все-таки пошел и начал заниматься хоккеем В 9 классе я начал заниматься До этого вообще не стоял даже на коньках Я сначала пошел, научился на коньках кататься Купил коньки в максиме первые, пластмассовые Пошел, учился с другом Ходили на катание массовое пешком через весь город Каждый день, и летом, и зимой Научился кататься и записался в юношескую команду Которая в то время была Zemble 87 Меня взяли, ну и начали уже там тренироваться И так вот пошло-поехало Как Zemble в первой команде? Нет, не в первой команде Это было молодежное, это не профессиональное было Результаты у нас не очень были Но мы были, на то время было очень много молодых команд Вот Динамо, вот эти все еще тогда были Да, у Гвинш играл, который сейчас вот в NHL играет С ними играли Ну с ними как, у нас были счета там 20-0 Там такие счета, в 10-0 Ну старались, ничего, конечно Для начала старались ничего Потихонечку, в общем так Ничего хорошего не было, но тренировались, грызли там Бороли за каждый там кусок, метр льда Тренер хороший у нас был Ну вот так вот и начал заниматься, заниматься И вот пока вот профессиональный был хоккей В школе учился, тренировался В Золотой Шайбе играли тоже вот с Владимиром Вместе набрались в школьную команду, играли Против Пунктенша играли В то время там Озолапа Эрик играл И там еще хоккей вратарик хороший был Ну второе место заняли, но ничего, тоже классно было, интересно Ну вот и потом профессиональный уровень закончился Распалась команда И начал в Захре играть Сначала в Зэмгала играли Была команда Зэмгала Потом она распалась Потом были Пираты Русская команда, тоже там очень веселое такое время было И потом как-то в Митове один сезон И потом вроде бы меня Атас, я уже не помню Атас вроде пригласил, позвал Ну и как я обычно всегда с собой Вовку беру Ну и вот так начали с Вовкой гонять уже здесь Вот так я и появился в этой команде Кроме друга еще, может быть, был кто-то, ну допустим, из известных игроков Ты знаешь, я даже, мне кажется, не смотрел хоккей Я даже не помню Я вот занимался греблей Я в основном все время был на открытом воздухе Вот все время, потому что, как бы, я боли астмой И мне полезно находиться на открытом воздухе И я начал заниматься греблей Довольно-таки успешно занимался Более 12 лет занимался И потом бросил ради хоккея До этого нет, вообще не было никого интереса С повстана, да Вот хочу и все, да И с отцом был такой серьезный разговор Все-таки в итоге решили потихонечку, потихонечку Купить эту форму, потому что тогда это очень дорого было Сейчас можно подешевле Сейчас цены упали, да А вот тогда это было дороговато Так все-таки Так и началось Да Так и началось Ну и то, что были холлы В общем-то, это был большой плюс Ты мог летом Да, да Ну вот холл, да То, что ледовый холл построили Я пошел, посмотрел и все И мне очень понравился вид спорта Вообще, обожаю хоккей Такая мужская игра С силовыми приемами, с бросками Мне нравится Головой, где нужно думать Вот интересно Тактика такая То есть, очень интересно Командный спорт мне нравится Не люблю одиночный вид спорта Потому что, ну, одиночный спорт Он достаточно требует очень сильной воли Да, да То есть, ты должен работать над собой Относить, ну, скажем так Лишнее Да Здесь все-таки в таком смысле легче Но с другой стороны и веселее тоже Да, конечно Командный дух Все время команда С командой Потому что столько воспоминаний Там, что и с молодыми Что и с взрослыми У меня с любительской лигой Очень много воспоминаний Хороших таких Друзей очень много Ну, да Все знакомы Да, все знакомы Потихонечку Со всеми перезнакомился Много кто может помочь чем теперь Нету такого какого-то сожаления Что ты не можешь попасть куда-то В большую лигу Ну, конечно, есть Но я выбрал, как бы у меня был выбор Или учеба Или, может быть, попробовать хоккей пробиться Ну, поскольку я начал заниматься очень поздно Хотя Буре, мы знаем, что 18 лет Начал заниматься И добился очень больших успехов Насколько я знаю Я все-таки выбрал учебу Потому что, как бы, это для меня важнее Поэтому я решил, что учеба на первом месте На втором месте уже хоккей Буду влюбить, скорее Конечно, есть желание Когда смотришь на этих мальчишек Молодых, которые уже носятся Тактика такая И все И бросочек И катание Это очень хочется Заводит очень Очень хочется играть после этого Хочется, как они подражать Очень интересно А шансы? Шансы, да Шансы всегда есть Если сейчас начать усердно тренироваться Не знаю Вот я сейчас в Финляндии тренируюсь С молодыми ребятами Там командочка уровня Зэмгала сейчас нашего Ну, получается Ну, конечно, катание у них И физическая подготовка у них Посильнее Пытаюсь за ними тянуться Тренер сказал Хороший бросок Ну, я думаю, что если бы сильно захотел То можно очень Если бы сильно что-то захочешь То можно добиться Остается только Ну, как повернется судьба Ну, скорее всего Уже не буду Потому что у меня сейчас и работа Как бы надо об этом думать А хоккей Вот любительский уровень Может быть Попробовать Пристроиться Когда-то тренироваться Еще Потому что одного раза Все-таки маловато Я считаю Ну, если хочется Чего-то Ну, все равно Просто Мне нравится Это Я очень многим Многим могу пожертвовать Ради хоккея Даже если надо куда-то ехать Я всегда отложу И лучше поеду на хоккей Потому что Для меня это очень важно Очень люблю хоккей Я очень люблю этот вид спорта Как, кстати, с учебой Если ты Она была для тебя Ну, важна Уголас ли тебе Удачно ее закончить? Да, да Я закончил школу хорошо Поступил в институт Закончил институт И все нормально У нас даже были Я помню Когда я учился в школе У нас были утренние тренировки Во вторник и четверг Перед школой В 5.45 Поэтому вставали С этой сумкой Тащился на стоянку Меня родители возили Так было лень вставать Но зато Ты приезжаешь в школу Ты Бодренький такой А все только тянутся в школу Сонные такие Очень классно было В классе Не завидовали Что ты играешь? Нет Все как бы поддерживали Потому что у меня были травмы Все разрисовывали Телефончики девочке писали Было весело Класс Одноклассники ходили Тоже смотреть хоккей Учебе не мешало Хоккей тебе в жизни Дал какой-то толчок энергии Получает Да Нашел свой спорт Потому что я Можешь сказать Самый мой любимый вид спорта А есть еще какие-то? Раньше занимался плаванием Греблем Мне нравится Футбол не так Но баскетбол вообще не люблю Хоккей Если бы мне предложили С каких-то видов спорта Выбрал бы именно хоккей Я бы с удовольствием Сейчас вернусь бы Время назад Вот чтобы меня отец С самых ранних лет отдал С удовольствием А детей своих отдашь Какие? Ну как они захотят уже Ну конечно попробовать надо Попробовать надо Ну потому что ты знаешь плюсы Да Ну и минусы тоже Травмы Ну травмы везде Ну да Ясно Ты еще писал Что у тебя хобби Кататься на лыбке Да или на сноуборде На сноуборде На сноуборде Я начал Два года назад Ну понравилось Очень хорошо Пару раз попадал Уже не так очень нравится сильно Но Вот Зим у нас нет хороших С этим ничего не получается Да Прошлую зиму катался Да Позапрошлую очень много катался Бывало даже Вот С института сразу Ездили с другом И на целый день Там проводили Брали с собой термос И там целый день на горе Весело было Но все-таки С хоккеем не сравнится Хоккея веселей Ну динамика другая Скажем так Говоря про динамику Не злит иногда Что Скажем Ты играешь с мужиками Грубо говоря В возрасте Которых темп Ну то есть Темп игры Может быть не тот Который бы тебе хотелось Да нет Наоборот Я думаю Для них это стимул Потому что они Стараются За нами гоняться Стараются Ну конечно Они ошибаются Иногда Иногда бьются Иногда Обидно Могу что-то высказать Плохое Но потом Я всегда об этом жалею Потому что Надо стараться Просто игнорировать Это Потому что Если ты чувствуешь Что ты чуть-чуть лучше Ты просто игра Если тебе На тебе сделают удаление Удаляться Ну не надо Просто сдерживать Иногда эмоции Потому что Удаление для команды Это не очень Сразу же В меньшинстве Играет Возможность пропустить гол Нет Потому что В нашей лиге Все мужики Бегущие мужики Все бегают Все борются Это очень хорошо Не дают расслабиться Это я считаю Это очень хорошо У нас динамичная Очень лига Как тебе удается Ты как-то готовишься К игре Специально Потому что Игры бывают По-разному В разное время Особенно В выходной После пятницы Если у меня игра То редко бывает Такое Было пару раз Что были Такие тяжелые Вечеринки После которых Было очень тяжело Но если я знаю Что у меня игра Я Лучше пропущу Вечеринку Потому что Можно в следующий раз Хоккей есть Хоккей есть Готовлюсь Но я с утра уже Стою уже Думаю Как Что Как Все равно Перед матчем Все по-другому Сложится Бывает Не идет Иногда Последний раз Когда я приезжал Игра создана Вроде бы Хотелось что-то показать Но было тяжеловато Как-то перестроиться Вчера тоже Из-за этой травмы То, что я получил Тяжело было играть Хочется команде доказать Потому что сил очень много Но здесь другой Совсем хоккей Я сейчас играю В Финляндии Там конечно Ребята И пасы Видят Видят игроков То есть Мне могут В любое время Пас отдать И У нас не так У нас чуть-чуть Защитники Конечно Нужно их тренировать Я вот в прошлом году Я вот в прошлом году был Райтеса Не, Робчика Робчика Потренировал чуть-чуть Вот он уже начал Пас отдавать Уже смотреть Но все равно Сейчас забыли Но это все со временем Делается Потому что Когда я помню Пришел В прошлом году Ну хуже играет Подтянулись За год Мы тренировались Вместе Я там где-то И что Мог подсказать Вот Ну ничего Потихонечку Да Ну Ничего не поделаешь Такая жизнь Да Не-не То что я слышал Как сначала Когда Терва Пришла Все парни Там С нуля Там А сейчас Очень даже Подтянулись Хорошо И катание И бросочки И видят площадочку Я считаю Что Очень прогресс У них большой Но интересно Когда есть Это развитие Когда нет застоя Когда нет застоя Да Просто Потому что Ну чувствуется Что команда Поэтому мне здесь не нравится Никуда не хочется Как бы зовут Всегда Кто-то там Давай Давай к нам Я уже привык Здесь Коллектив хороший И вот Мероприятие Вне хоккея Тоже есть Очень весело Хорошая команда Мне очень нравится Отлично А у тебя за эти годы Ну ты так и не стал Смотреть хоккей По телевизору Нет Вот как я только Начал заниматься хоккеем То все Я начал Наблюдать Интересоваться Из турниров Как бы Я выделяю Больше чемпионаты мира Чемпионаты мира Олимпиады Сборные Игры сборных Потому что Это на самом деле Зрелище НХЛ Вообще Честно сказать Не люблю Потому что Маленькие площадки Носятся Силовая борьба Броски с любой зоны Мне нравится Такой более Творческий хоккей Я сам по себе Могу сказать Что я тоже Бросковый Беги бросай Беги бей бросай Вот так вот Но вот Больше Интересуюсь КХЛ Континентальной хоккейной лиги Ребята хорошо играет Ребята хорошо играют Больше нравится Более У них площадка Больше И хоккей Интереснее А есть Какая-то Команды Которые Больше Ну так как Ну мне нравится Челябинский трактор Во-первых Потому что Наша компания Спонсирует Форту Во-вторых Там играет Очень талантливый Молодой Форвард Кузнецов Вот он сейчас На чемпионатом Молодежном Ну и мой Однофамилия Сампанов Играет Тоже Может быть Мой родственник Дали Какой-нибудь Нравится И нравится Их игра Очень Отлично У меня тут Еще был вопрос Что это Я А Вот Я хотел тебя узнать Есть ли у тебя Какое-то Суеверие Относительно Хоккей Которому Ты верил Суеверие Вроде бы нет Я не суеверный Всегда Иду Играю Не смотрю Ни на что Или что-то Не получается Не получается Потому что Может быть Днем не везти А на хоккей Приедешь Повезет Наоборот Может днем Повезти А на хоккей Бывает Конечно Никогда Не везет Хочется Забить И переживаешь Нервничаешь Потому что Я очень Переживаю Даже если Мы проигрываем Я ухожу И у меня Я могу Дома сидеть Еще Об этом Переживать Некоторые Просто Ну ладно Проиграли Проиграли Пошли в бар Я не могу Я такой человек Что я очень Переживаю За команду В прошлом году Было тяжело Обидно Что в этом году Конечно Уехал Но надо было Ехать работать Но вот Вовка приехал В прошлом году Я как бы без него Тоже Можно сказать Тянул команду Было очень тяжело Сейчас он Сейчас он Получается Тянет Команду Ну Вратарь у нас Конечно Сейчас в этом году Сильный И бас Может отдать И на воротах Хорошо Стоит Но Суеверия у меня нет Нет То есть Не прекращаешь Принцип Нет 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 Это нет Тем более Моя девушка Не любит Когда я Не брит Да Да Поэтому Всегда Понятно Держу себя То есть Ну В команде Главное По имам дух Получается Не знаю Ну Подбодрить Кого-то Наорать На кого-то Тоже Иногда Потом Извиняюсь Конечно Иногда Получается На кого-то Наорать Ну Такой человек Я просто Нервный Если не получается Если ошибается Выбер Ошибается Иногда бывает По пустякам Вообще Ты выкинешь Айбон Передерживает Немножко Все Идет Отбор Сразу же И атак И гол Бывало Проигрывали так Матчи Которые Выигрывали Возможно Это Тоже Не за достатком Достаточно Тренировочного Льда Ну Да Одна Тренировка В неделю Одна Игра В неделю То есть По сути Достаточно Тяжело Взять Какой-то элемент И отработать До конца Это очень тяжело И Ну Тренера Не хватает Наверное Я вот В прошлом году Мы Мы тренировались Здесь В Илгаве И участвовали В турнире Возвонков Так что У нас получалось Неделю Может быть У нас были даже Неделька У нас 4 льда 4 льда И я думаю У нас была Большая Гравопрактика Потому что Мы участвовали И турнир там И турнир здесь И тренировки А сейчас Я думаю Сейчас Одной тренировки Все-таки Малова Если ты хочешь Хоть чуть-чуть Прогрессировать То все-таки Ну хотя бы Еще одну тренировку Чтобы сыгранность Хотя бы улучшить Поднимать глаза Когда идешь Да, конечно И игры Хотелось бы каждую неделю Бывает Потому что Знаешь Перерывы По две недели Как последний раз Было Перерывы Хотя сейчас Для меня Для меня Это и лучше Чем больше Чем меньше Игр они сыграют Тем больше Я успею Сыграть Когда я приеду Ну сейчас Пауза Опять Ну да Так что Вот я в феврале Приеду Надеюсь Ну и тогда Последний вопрос Который я уже Всем задаю Традиционно Твой прогноз На какое место Займет Тервет В этом году Ну я думаю Мы должны брать Первое место Потому что Ну что Карат Ну Ну они Сыгранная команда Да Ну мы можем Обыграть Если за нас Будет Стоять Хороший Братарь И если просто Сказать Чтобы люди Играли Каждый с каждым Я думаю Можно Можно их Обыграть Потому что Нет ничего Невозможного Я не считаю Что они там Как-то Чем-то лучше Нас Да Они сыграны Более Да У них Защитники Получше Но Это все Как бы Если вот Собраться Если вот Прийти Собраться Всем Сцепить Зубы То я думаю Первое место Это невозможное Отлично Будем Держаться За данную Я думаю Будем писать Рассказывать Про команду Про прогресс За первое место Да конечно Спасибо тебе За интервью